Принятие себя Само по себе осуждение очень быстро, каждый из нас, наверное, знает, как легко в этот грех осуждения впасть. Почему это происходит? С одной стороны, мы все, как бы то ни было, мы стремимся к тому, чтобы быть лучше, светлее и видеть в себе чего-то темного, нехорошего. Нам не хочется, это неприятно. То есть видеть свою тень, какие-то свои не самые лучшие стороны, это не очень приятно. Мы рисуем какой-то идеальный образ себя, к которому мы стремимся. И когда мы видим в другом что-то такое, что нам не нравится, а, например, сами мы этого не делаем, то вот такое вот, оно само собой возникает, да, вот такое вот чувство. Или мы не делаем этого, но, например, очень хочется, но мы себе не позволяем, да, и тогда обидно, что кто-то позволяет. Или мы делаем то же самое, но признать этого не хотим. И тогда мы говорим, что в своем глазу мы бревна не видим, а в чужом видим соринку, да. И уже я вам рассказывала как-то о механизме проекции, что мы выбрасываем из себя свое собственное состояние на другого человека. Так вот, как только возникает вот эта мысль, да как так можно про кого-то, да, да как они так могут, да как это вообще может быть допустимо. Мы с таким возмущением, с таким осуждением бросаемся вот как бы на этого человека, да, то это всегда для нас очень хороший знак задуматься. А когда-нибудь сам я делал то же самое. В чем, может быть, в меньшей степени, или это было когда-то давно, и я про это вспоминать не хочу, а не поступало ли я так же когда-то, то что сегодня я яростно осуждаю, не делали ли я того же самого раньше, да, не происходило ли это со мной. И это связано неразрывно как бы с темой принятия себя, потому что вот эта мысль, что мы носители всего. И так или иначе, все грехи, которые люди совершают в той или иной степени, мы им, мы, к сожалению, можем в них впасть, да, в большей или меньшей степени, в реальной жизни, или мы в своих мыслях можем что-то делать, да, кто-то делает это в реальной жизни, мы можем делать это мысленно. Да, конечно, между мыслью и поступком есть время, да, и, в общем, есть большая разница сделать или подумать. Но тем не менее, мы можем, например, мысленно допускать такую ситуацию, что она может произойти. И если мы признаем этот факт, что так или иначе я тоже могу, такое мог или делал, или предполагаю, что мог бы такое сделать, да, потому что какая-то греховная природа вот возьмет верх, да, и я могу с ней не совладать. Думать, что я-то могу совладать, и я-то никогда так не поступлю, конечно, это гордость, да, гордость, которая обычно оборачивается тем, что именно в этот грех мы попадаем. Да, и об этом говорят многие пастыри о том, что не осуждай, потому что вот тот грех, который будешь осуждать, ты в него и впадешь. Да, потому что мы осуждаем и думаем, что со мной этого не случится, по большой гордости это происходит тогда с нами. И вот принять тот факт, что и со мной может такое произойти, да, что я тоже мог бы так сделать, чтобы не осуждать другого человека, это очень важно. Допустить такую мысль, что, да, я так когда-то поступал, может быть, в меньшей степени. И я вам хочу привести такой свой собственный какой-то пример, например, такой, касаемый воровства, да. Кто-то там ворует или вытаскивает, там, или радуется, что в магазине, там, понимает, что продавец обсчитался, там, и так далее. Как-то раз я себя поймала на том, что я думаю, как так можно, вот, ну нельзя же так поступать, надо обязательно быть честным, да, потому что человек будет переживать, у него будет недостача какая-то. И такое у меня внутреннее какое-то осуждение было к человеку, который рассказывал, как он радуется, когда какие-то такие денежки на него сваливаются неожиданные. И как-то зацепило очень сильно. И это было таким поводом задуматься вообще. И я так не делаю никогда, вот, я так не делаю, я так не сделаю, и вообще это невозможно. И тогда я задумалась, что, а чего это меня так вообще это сильно зацепило. И стала думать, а когда-то было такое, что я взяла что-то чужое. И я не беру здесь детские какие-то моменты, да, потому что дети не столько воруют, сколько берут то, что им нравится, потому что еще не понимают, что это есть. И я вспомнила эпизод в подростковом возрасте, ну как в подростковом, уже достаточно взрослый, то есть не ребенок, да, это была какая-то игра на курорте, вот что-то там было весело, и какие-то там сувениры, да, было вот такое даже как-то наслаждение. Слабо, что ли, сможешь там взять и выйти, чтобы тебя не заметили. Но я взяла чужое и вышла, и даже делала это, по-моему, не один раз, насколько вот я помню, насколько психика это не вытесняет, то есть это было вот несколько раз такое, да. И когда я вспомнила, что вообще-то я и сама-то, получается, воровала, брала чужое, да, брала чужие деньги, по сути. А чего ж я его-то осуждаю, если я и сама так делала? И это как бы повод для того, чтобы, да, для того, чтобы покатиться, пересмотреть свою жизнь и не делать таких поступков. Но не то, что я так больше не сделаю никогда, а я принимаю, да, вот я выбираю для себя так не поступать, Господи, пожалуйста, убереги меня от этого. Ну, потому что, как только я говорю, что я такого не сделаю никогда, ну, тоже вот такие самоуверенные заявления, они могут привести к тому, что что-нибудь именно это и случится, да. Поэтому будьте осторожны в своих мыслях и в своих осуждениях. С другой стороны, осуждение всегда хорошая лакмусовая бумажка, задуматься, что со мной, да, что я в себе могу исправить. И опять же, если я вижу этот грех в другом человеке, значит, так или иначе, он во мне каким-то образом присутствует, иначе бы я его не видел, да, как говорится, чисто, ну, все чисто. Вот, поэтому, ну, это хороший повод задуматься, что со мной не так, и принять тот факт, что мы люди грешные, и со мной могло бы такое случиться, и не осуждать, а сделать шаги к исправлению своей жизни. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok